есть место еще одно есть здесь будут люди проходить ко мне в угол пошли только недалеко царю небесную пропойте царю небесную утешителю души истинны и желездестви и вся исполняй сокровище благих и жизнеподателю при веселесе вны и очистенны от всяких скрепных и спаси влажей души нашей милосердно создатель господь и бог даровавший нам жизнь на этой земле и открывшийся нам сыне твоем иисусе христе даровавшим жизнь вечную хвала тебе что собрал нас ты сам господи присутствуя здесь духом твоим святым научи нас быть благодарными тебе за все и особенно за благодать духа святого дарованного нам не допусти чтобы уклонились налево или направо от пути истины тебе слава за все отец сын и святой дух аминь аминь так быстренько подальше а где наша паспорт ну в поле это все садите время зря не тратьте уходи мне где так Игорь уходи можешь даже вот там сесть где-то найти место чтобы не идти начнем проходите сюда вперед можно туда дальше так надо чтобы самих кто-то занял они на женщину ванну уходи я кое-кого не вижу там еще из храма не вышли так если мы начинаем уже здесь что-то говорить да дальняя галерка там угол толкните их они не слышат ни одного слова не говорите да дело в том что когда остаются и начинает петь здесь у нас идет запись сидят двое разговаривают десять человек поют меньше слышно чем те которые двое разговаривают почему? потому что тот кто ведет съемку он рядом с ними стоит и это то что вы разговаривали оно только для вас было да и непонятно о чем вы говорили когда минуты через три начинаете сами петь и теперь это навсегда осталось и ушло в эфир ну немного то вперед гляньте как это будет выглядеть ну и впереди то у нас не только то что в интернете а то что будет на суде божьем просто надо настроить себя на то что мы здесь временные временные и каждая секунда на счету а секунд очень немного секунд 2 миллиарда 200 миллионов на 70 лет всего то ничего мы уже говорили что каждое первое воскресенье в феврале месяце мы отмечаем необычную дату открытия нашего сайта и форума ну и все что с этим связано там mail.ru youtube где мы участвуем и вот сегодня 3 февраля мы предупреждали что приготовили все слова кто что сделал за год в этом направлении главное направление у нас в интернете это благовестие ну так как это связано как то со мной я сегодня небольшой доклад сделаю прямо доклад мысль мысль это я считаю так она не сама по себе возникла до этого уже была прелюдия я задаю иногда вопрос такой людям которые ко мне имеют что то ну вот вы себя выставляете ну я не хочу выставлять я сейчас сяду и буду сидеть дальше это что я вот здесь ловлю и каждого будешь проводить собрание в прошлый раз перебрал и один только Игорь Добунов говорит буду ну вот и все смелого говорит так пуля боится а этот говорит а что это собрание то только тебе слово предоставить то ну что он имел в виду уже можно догадаться так ты приготовься к нему у меня все время с собой записи я сегодня задаю вопрос буквально всем скажите вы хотели чтобы весть о Христе распространялась как можно шире согласно Слову Божию и будете вестниками до концов земли кто хотел выполнить это поручение Христа поднимите руку а теперь опустите руку теперь скажите что вы сделали за прошлый год в этом направлении в 2012 году поднимите руку кто хотел бы на эту тему выступить видите как как будто я попал на кладбище сразу голоса утихли все умерли ну он может еще один поднять я вопрос расширяю дальше но ведь мы не просто христиане а называемся еще и православными скажи что ты сделал для того чтобы люди познали истину православия и хотел ли бы ты этого слова поднимите руку вот совсем мало это дело в том что за этим кроется что-то а это что-то обнаружится дальше занять полностью скамейку это как заколдованное ничего не могут сделать вот тоже что то есть в этом уходи не в тебе дело что ты сделал для этого сегодня никто нас не принуждает отрекаться не запрещает нам собираться в годы советской власти до 91 года буквально вот это собрание было противозаконное нарушение 142 статьи уголовного кодекса до трех лет все и судили ни одного человека по этой статье незаконное незарегистрированное собрание я спрашиваю если вы знаете что такое православие а его православные вообще не знают православие они думают православие это свечки зажигать батюшке руку поцеловать благослови батюшка и кончилось православие ну пасху знать посты может быть соблюдать некоторые я спрашиваю священников вы знаете что такое православие то как же не знаю академию кончал небось Но я вас выразил ее В одном-двух предложениях не может сказать Теперь я обращаюсь еще К большему кругу Бывает епископы сидят даже Мне приходится в разных местах выступать Скажите, что самое ценное в православии? Чем мы отличаемся от других? Вероисповеданий в христианстве Я не говорю о нехристианских верах Выразите в одном предложении Не знают Вот и все Я говорю, а что ты заканчивал? Московская духовная академия Как закончилась? Отличием Красный диплом И ты не знаешь Ты знаешь то, что тебе преподавали А преподавали тебе не то, что нужно В основном Я этот вопрос поворачиваю к одному К теме, к нашему сегодняшнему дню Самый знаменитый Самый плодовитый Отец православной церкви Ян Златоуст Его и литургия Да и не по литургии он известен Для православных Да, по литургии Главное Это истолкование Священного Писания А если брать как для суда Божия То главное То, что это Вылучитель покаяния Из любого слова Он выжимал Славословие Богу И покаяние И словословие И последние слова Которые запечатлелись На всех книгах Слава Богу за все Если ты говоришь Ты знаешь Откуда эти слова Это от него Ему они так и приписываются Так вот Ян Златоуст Как самый плодовитый Отец Истолковал практически Весь Новый Завет И часть Ветхого Завета Повторяем Это то, что сохранилось Есть Явно утерянные вещи На которые ссылается Даже он Но их нету Как в Библии Библия ссылается На некоторые книги А их нету Сама Библия Ссылается на эти книги Примерно 22 книги утеряны На которые Библия ссылается А их вообще нигде нету Книга царя израильских записях Послание к Владике Самоапостола Павла Нигде нет их книг этих Они утеряны Златоуст Говорит Не ищи Ибо много евреев уничтожали Потому что эти книги Были обличительного характера И не только их Но уничтожали и авторов Ты любишь Златоуста? Все отвечают Ну я православный Как меня любить? А что ты сделал для того Чтобы труды его Стали известны Как можно большему числу людей? Все остановилось на этом Я могу не просить Поднимать руки Я на это смотрел не так Так никто не знает А мне зачем знать? Есть такая артистка Певица Жанна Бечевская Она очень близкая К патриотическим кругам И для нее там Специальное песнопение Как для Светланы Копыловой Пишут Я называю Как православные Обратали То есть обуздали И она в этом направлении Казачьи песни И вот одна из песен Она все время везде крутится Мы русские Мы русские Мы русские Мы все равно Поднимемся с колен И припев этот Мы русские Музыка такая Конечно патриотична Но я не могу Присоединиться К этой песне Потому что они говорят Земля Русская Для русских И выступает Президент Путин Владимир Владимирович И говорит Это говорят Или Провокаторы Или придурки И опять Что говорил об этом Допустим Достоевский И опять Путин сидит и говорит Это говорят только Провокаторы Или придурки И опять Что Менделеев говорил Опять Фотография Менделеева И опять Путин Это говорят только Провокаторы Или придурки Нужно сказать Что те говорят правильно Эти говорят Но смысл вкладывает разным Если наша Называемая Россия Земля только для русских Ни одного еврея Ни одного цыгана Не должно быть Ты что говоришь то Земля Богу принадлежит И он дает Кому хочет И один народ Заменяет другой Тем более Компактно жили В русской империи В российской империи Многие Я снова возвращаюсь К Яну Златоусту Если вы это узнали Для русских людей Златоуст был Не темной личностью Хорошо известный Что сделал ты Для распространения Его трудов А что можно сделать Печатать нельзя Ко мне Ко мне Никто не обращался Сделать известным Я на молитве У Бога это выпросил Как? Я внутренне болел И страдал Что народ живет В невежестве У священников Шесть листов Тетради были В клеточку Для студентов Видимо издавали Я одну за другой Тетради В каждую клетку Записывал Но это только для меня И кому я мог сказать И наконец Господь положил на сердце Я верю Что это от Бога Сделать известным Через магнитофоны Самые современные Магнитофоны Тогда были Маяк 205 На этом Выпуск магнитофонов Закончился Объем катушки Был Тогда катушками Было До 525 метров Были 375 И 525 525 4 дорожки Скорость 4,7 12 часов Одну катушку Можно было слушать 12 часов Слушать Ну ты знаешь Что такое 12 часов Хотя бы 96 часов Это полная Библия От корки до корки Ну и умножай Ты легко дойдешь Что Это всего лишь Где-то 8 Дисков И все И вся Библия Ну Не катушек Сказать Да как Где они там Это надо насчитать Чтоб слышалось Передо мной Никогда Я заканчиваю жизнь Никогда Не стояло препятствий Которые были бы Непреодолимыми И я это всегда спрашиваю Я делаю иногда Отступления свои На этой неделе Вот на прошедшей Меня свозил Близкий мне человек Службу Миграционную службу Узнать там Кое-что Про наши книги Пустят ли за границу Я там Они не знают Нигде в мире Этого не делалось Нигде нет Не в интернете Они все отделы Друг друга спрашивают И я только один вопрос задал Скажите Есть ли препятствия Которые непреодолимые Она говорит Нет препятствий Вы мне скажите Преодолимые Это или нет Мне тогда сказали Это невозможно Во-первых Насчитать невозможно Дальше Ограниченное число Пленок Катушек Только 5 штук Можно купить Это нельзя А 375 метров Катушка Это ж Она 8 часов 20 минут была Это 64 катушки надо 64 А считать нужно Другим количеством Каждую букву Каждую строчку И читать с выражением Вот я Какой я чтец Сегодня у меня 4 причины Чтобы я этого не смог сделать В первую очередь Тоже хорошо видеть Во-вторых Хороший должен быть голос Чтобы я не кашлял И не задыхался Вот тебе два Третье Диктор должен Слышать свой голос Если я ему не слышу Свой голос Я им не могу Точно поставить Какая интонация Я говорю о том Что Господь позволил Преодолеть У меня бронхи больные В морозилках тюрьмы Меня в морозилке держали 13 дней В холодильнике И у меня все полетело Кажется как труха Как тряпки гнилые Значит голос должен быть Легкие Зрение Слух Ну и ты должен Очень хорошо Понимать Смысл того Что читаешь Чтобы выражение Туда вложить И мне Первому в мире Господь позволил Все 12 томов Насчитать на пленке И распространить В таком количестве Что заполнить Всю страну И за рубеж Это в годы Советской власти Когда ничего Нельзя было Этого делать Как помню Последний том У меня был не 12 А 11 Я кое-как Его достал Я его начитываю А Смотрю на улицу У меня Сделал Это тогда был Леша Речкунов Мы знали Звали Леша Это Гавриилов отец Иди сюда Вот ему отец Без его отца Вот этого дома Бы не было На той основе Было Садись здесь Рядышком Маленько Знаешь Ты тут закроешь Все Высокий рост Вот Яна Златоуста А как его Теперь распространить Интернет И оно выставлено Был образован Сайт Мы не знали Как это сделать Особенно Речь шла Вот уже О написанных книгах И там было 4124 Вопроса и ответа Я не знаю Как Но я знал Что Нужно сделать так Чтобы все вопросы Разбить По темам И Выставлять Только одни вопросы Иначе один вопрос И до другого Не найдешь А чтобы вопрос Ткнул И сразу Выпался ответ Никто не знает Никто не знает Я обращаюсь К своим Рядом у меня были Программисты Профессиональные Люди Никто не знает Никто не мог Но Господь Так устроил Что это Препятствие Оказалось Тоже преодолимым Я не вижу Где у меня Юля Ну-ка иди сюда Здесь Давай-ка Вот она Где-то Она говорит У меня есть знакомый Человек Она училась В это время Уже на пятом курсе Медицинского университета Есть юноша Который Очень хорошо знает И она меня С ним познакомила По милости Божией Наше знакомство Продолжилось По сегодняшний день Он приходил два раза И оба раза Почти вплотную подошел Как это делать Но не сделал Не получалось И на третий раз Наконец получилось То есть Иначе сказать Он зарядил меня Все Обойму вложил в меня Все Больше он мне не нужен В этом плане был Дальше я начал работать Это Женя Клейменов Точно так же Как наша сестра Юлия С красным дипломом Закончила медицинский университет Сейчас это врачи В Алтайском крае Я подробностей дальше Уже не знаю Но не в этом дело Дело в том Что Бог Выставляет Навстречу людей Которые не знакомы Ни нашего круга Совсем даже И вот так Бог сделал Что сайт был открыт Выставили туда Мы 12 томов Иоанна Златоуста Чего по сегодняшний день Нету Во всей мировой сети Как называют Рунет Ру Это русская И на этом называют Интернет сокращенно Нету нигде Я постоянно В среднем Я 12-16 часов В интернете Нахожусь каждый день Выставлены были Начитаны Начитаны Мною 12 томов Жития святых И плюс все Что было Во втором-третьем томе На стольной книге Еще 174 жития Начитаны Моим голосом И они там стоят Составлено было Теперь алфавитные На какой дорожке На каком файле Какие жития В каком веке И количество Сколько страниц Это жития Большое оно или маленькое Это все на нашем сайте Название сайта Оказалось Не вмещается В православный разум Православный Библейский сайт Как православный А при чем тут библейский Если он православный Ничего там библейского Не найдешь А если он библейский Он и близко не допустит Православие На пути разгромит Но он Под этим названием Остался И по сегодняшний день Я думал Что эти вопросы Сгруппировать по папкам Сколько их будет Я не знал Я всегда отвечал одинаково Меня побуждали к этому Я говорю После моей смерти Кто-то займется Может быть Если сочтут нужным И сделает Но у Бога Видимо другие были планы Пришлось мне В своей книге Их 38 томов Каждый том 752 страницы 30 томов Открытым окном Заново Все промолотить И получилось 55 папок Название Допустим Отдельно Работа Отдельно Семья Отдельно Мусульманство Старобрящество И все Из этих Книг выбрать Я отвечал Там вопросы Как мне задавали В университетах Милиции На радио То есть Систематизированные Были только примерно Первые три тома А остальное Как поступали Вопросы Так и отвечались Один вопрос Касается Там Колдовства И рядом Тут же сразу О литургии Поэтому Это день Наш Это день Благодарения Богу Что Есть Вот такое Явление Как интернет Я повторяю Я не специалист Но я знаю Кто Является Как бы Родителем Отцом Его везде Пишут Тим Тим Бернер Ли Он живой Еще В моей молитве Он ежедневно Да благословит Его Господь Да это Всемирная Свалка Правильно Что Не скажете Против интернета Все верно Ну вы знаете Что из пшеницы Варят самогон Ну Мука И прочее Это Солод И самогон Все Все виски Готовятся Из пшеницы Но из него Делается хлеб И причастие Так что Из вина Можно сделать То что Употребляется Литургия Таинство Совершается И Спилась Вся страна Все Зависит От тебя И вот На нашем Сайте Еще Начитанные Мною Пять томов Добротолюбия Их только Пять существует Это творение Святых Отцов Не считая Сколько Там всего Иного Еще Это все На сайте Сайт Это по русски Сказать Страница Сайт Но это не страница Это склад Лучше всего На это перевести Огромный склад Там фильмы Которые Про нас Ставили Все есть Абсолютно Книги Все Достроено Кроме того Я скажу То что Не сделал Мне Господь Позволил Написать И ответить На вопросы 3000 Допустим Стихотворений Каждое Стихотворение По 9 куплетов Из них 3000 Моим голосом Начитанные Тоже стоит Любой Может послушать Этого Тоже в интернете Нигде нет Они конечно Стихи Не претендуют Быть равными Евтушенко Расулу Гамзатову Но и Равнять С ними Я не буду Я всегда отвечаю Мои лучше А почему Они о Боге О спасении А у них Половина Ну О событиях Какие были Они их брали До конца Не доводили На нашем сайте Все Доведено До совершенствия До конца Видите Я привык Отвечать На вопросы Так как Вел занятия В 5 университетах В десятках Школ Во всех Отделах Милиции Во всех Воинских Частях Алтайского Края Академгородок Новосибирска В заключении На заводах На пабриках Нельзя место Найти Где бы Я не проповедовал Везде Были вопросы И вопросы Эти теперь Отвечены И здесь Находятся Находятся Они теперь В интернете И я на все Смотрю Ну Как бы Ответил я Вот сегодня У вас есть Это возможность Задать мне вопросы Потому что Есть может быть Вопросы Которые я не ответил Если я ответил Я скажу Где они написаны И ты прочитаешь У кого есть вопросы Ко мне Небольшая вставка Антракт молчания Как правило Когда вопросов нет Вы знаете Два ответа Первый вопрос Все знаем И второй Ничего не знаем Да Второй И вот сегодня Когда выступает В интернете Не бойтесь Интернета Что у нас записывается Там выставляется Все Даже Авария Смерть Снятая Здесь летит Кирпич Когда разбивает Все заснято И она везде Тиражируется Выступает Иногда Кое-что Можно было Купировать Отрезать Все как есть Где-то Промах Сделал один Допустим Патриарх Сказал И не так Он теперь Начинает Как бы Хотят Подретушировать Но только Зло получается Из этого У него Драгоценные Часы Называют Десятки Тысяч Евро И он сидит За столом И отслед От часов На столе Но когда Стали Говорит Да патриарх Почему он так Богат и живет Его там Ретушеры Они взяли Часы Убрали А цвет От часов Остался На столе Теперь Как за это Захватили Откуда Они не Насмотрели Конечно Там патриарх Разберется Как вы могли Такой Ляпус Сделать Часы Убрали А что И сейчас Печатает Именно это Я ни за часы Ни за что За лукавство Людям сильно Не нравится Думаю Что на нашем Сайте И на форуме Нет ни одного Слова лжи Исходящего От нас Если это Замечено Я обязательно Сделаю Небольшую Ремарку Отвечу Что это Не так Или Ответить Надо что-то Чему я Научился Сам Тому Что все Библейское Имеющее Громаднейшую Ценность Для нас Имеет Отражение На том Что мы Говорим И что Делаем А говорим И делаем И но раз Мы такое К чему стыдно В другой раз И возвращаться Ничего Не делаем В горячах Вот смотрите Некоторые выражения Даже Можно было бы сказать Несколько выражений Которые Необходимы Тому Кто работает В интернете Притча Соломона 20 глава 3 стих Честь Честь Как то быстро Доказать Мне Что нужен А я говорю Новых Дочернее предприятие След У меня однозначно Решается Я предупреждаю Два Три Раза Чтобы люди Узнали О Боге Узнали О Христе Спасении Во Христе Узнали О Библии И узнали О церкви И об истине Книги все Называются Открытым оком Притча Соломона 26.17 Хватает Пса За уши Кто проходя Мимо Вмешивается В чужую ссору Я вижу Между собой Ссорятся Бывает иногда Так Перекидываются И оба Отвечают Не в полноте Ничего Сойдет Я не вмешиваюсь Чужие разговоры Иногда прямо Но мы же задали вопрос Не вам Мы ждем Чтобы Игнатий Тихонович Ответил Мы для этого Пришли на форум Чтобы его мнение узнать Приходится сказать И как правило Я говорю Мало Но больше Цитирую Откуда это взято Иногда отвечаю Вместо 15-20 Из Библии Ни одного Своего слова Не добавляю Тебе этого Недостаточно Ты пришел Не ко мне У меня лозунг такой Люди пришли не ко мне Они пришли к Богу И я если имею возможность Приоткрыть Что Бог говорит То есть из Святой Библии Считай миссию свою Законченной И чтобы было Интерпретация Толкования От святых отцов Православной Церкви Притча Соломона 16-30 Долготерпеливый Лучше Храброго И владеющий Собою Лучше Завоевателя города Собою владеть Он раздражает Тебя А ты промолчи И привыкнув Отвечать на вопросы Я много времени Проводил За Священным Писанием И за толкованием Святых Отцов И за книгой Правил И это уже сегодня Мне не так бы уже Следовало где-то Вылазить Но все равно Вот отвечает Патриарх Я до конца Выслушаю Все что Где-то Новое выступление Патриархи Кирилла Я почти все Имею И почти все Перетягиваю себе На форум И ничего Не отвечаю Но вставляю В такую тему Где все понятно У меня одно Я ставлю в тему А ты догадайся С какой целью Иногда просто Почему в эту тему Ну а дальше Ты сам додумайся Я хочу чтобы человек Начал разворачивать У себя Выступает Дмитрий Смирнов Это приближенные Патриарху По силовым структурам Так Прошу не дремать Я говорю Там где может Дремать не придется Я буду подсыпать Угли временами Я его материал Перетаскиваю к себе Но в такую тему Всем понятно Я не согласен На них нападает И нападает Иногда справедливый Иногда не справедливый Ты мог бы ответить Вопрос от кого-то Да мог бы ответить Почему Потому что я знаю Писание И что говорит Бог Они не отвечают По Писанию Выступает Патриарх Кирилл Такой большой вопрос Отвечает О положении В стране О революции Но говорит Настолько умно Заумно Такие слова Которых Ни одного Нет в Библии У меня только вопрос Считал ли он Библию вообще Ну почему Прямо не ответить Бог ответил Вот так И не надо Это шкала ценностей Это понимаете Это планки Такие слова Которые вообще Даже не евангельские Какая шкала ценностей Когда для нас ценностей Христос Слово Христос 20 минут выступает И не произносит Ни разу Перед ним сидят Имамы Мулы И он только постоянно Братья наши Вы братья наши Почему Почему просто нельзя Назвать собеседники Наши или где-то Сколько же нареканий Я вот сегодня Только поймал Еще один материал Где наполовину Говорит патриарх А дальше Новодворская Там такие как Александр Невзоров Что они В пух и прах Его разносят Но они неправы тоже А кто же правильно отвечает Самые правильные ответы Дает Олег Стеняев Он близко связан с сектами И он знает Священное Писание И он прямо Показывает Написано Не везде правда Вот и весь сказ И поэтому ответы Не основаны На Священном Писании Они недолговечны И иногда могут Послужить тебе Самому ущерб Погибель Никогда этого не допускайте Вот чем наш сайт Форум Отличается от других Это во свете Библии Что об этом говорит Библия Я говорю Что что у нас На сайте есть Насчитать Можно насчитать Я кого слышу Кто насчитал Библию Я признаю Они считают лучше меня Лучше Это артисты слова А люди говорят Мы их послушали Не стали слушать Там нет веры Вот этого слушаю Он там Я спотыкаюсь Где-то что-то Это говорит человек Глубоко-глубоко верующий Он весь в этом Говорит Я слушаю И у меня все Ложится на сердце Вот в чем дело Я помню Когда я насчитал Новый Завет Первый конечно Кто получал Его отец Мы звали Алеша Его Леонид звать Леонид Ильич Как брежнев И он приехал ко мне И гляжу У него лицо такое Прям заплакан Я говорю Леша Еще с тобой Так я слушал Новый Завет Вы насчитали Так оказывается Я его считал Неправильно Я там не добавлял Ни одного слова Ну что Что не добавляли Так я его Как будто Первый раз услышал Вот в этом Заложено все Сама жизнь Это его отец Видите как Он считал Он знал А голосом Переданная Интонация Переживания Отложились ему на сердце Наш сайт Необычен Начитано не артистом Начитано с ошибками Все что Мой адрес Они говорят Он насчитал так Его к стенке поставить надо А другие Как он насчитал Никогда больше Никому так не насчитать То есть Настолько противоположное Мнение Я сижу Один дома только И сижу И думаю Господи Благодарю тебя Это моя Высшая мерка Высшей я уже не смог бы Мы сегодняшний день Отмечая Положим себе на сердце Через наш сайт Форум Распространяется Слово Божие Люди узнают Об истинном православии О канонах церкви Все каноны мной Начитаны Они там находятся Даже каноны Семи поместных Девяти Вселенских Девяти поместных И святых отцов Это тоже все Начитано Отдельно Ян Кронштадтский Игнатий Бричанинов Феофан Затворник То есть Самое Уже близкое К нам Много поэзии Так Давай Володя А вот Так Извините пожалуйста Так Кто хочет В это время Скажите Говори Так Все Так Все Понял Любовь Николаева Передает Поклон всем Так Я попрошу Сейчас просчитать Попутно Раз уже Зашло Это дело Вот Видимо Утреннее Было У меня Сообщение Игорь На Прочитай Это твоя Теща Издалека Психологический Роман О Мари Называется О любви Долги Дружбе Выборе Власти А ты что Ты не то А что Ты не то Ты что Меня подвел Так Научиться Благодарить Бога Я хочу сказать Наш сайт Это божественный Гром Труба Духовная Проповедь Истины Ефесянам 6.13 И тут 2.8 Что-то ФЛН Потеял Любовь Николаевна Кому это Близко Те По иному И на это Не смотрят Если Господь Нам позволяет Сегодня Остановиться И задуматься Об этом То Я первые Опасения Свои Выношу На общее Рассмотрение Я говорил Что Нам дают Притом Всегда спрашивал А сколько платить За это надо Ничего не надо Как А кто-то же Там обслуживает Этот сервер Ну Обслуживает Это бесплатно Предоставляется Людям По добру Бесцельно Не делается Это Это Стоит Деньги Зарплата И ни один человек Там работает Защищенность От вирусов Я уж не говорю Там Наблюдать Не нужно Убирать Кто владелец Этого Не знаю И открывается Форум Ну за форум Приходится Там каждый год Платить За то что мы Увеличиваем его Сколько-то Платить долларами Там тоже платят Кто У меня Господь Видишь как Даёт Что люди Это платят Ну кто Это делает Сейчас пишут 90 с лишним Процентов Рунета Находятся В Израиле Ну кто Владельцы Зачем Израиль Русские Значит они И тут Успели Обдумать И на днях Они Вот я говорил Что я дома Нажимаю кнопку И 6500 человек Получают от меня Утреннюю рассылку Всё Стихотворение Ролик Фотографии Вдруг 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 они Всё это Отняли Сейчас Некому Посылать Я Заблокирует Тебя И всё Как Заволновались А я перед этим Месяца за два Выступил Своим И сказал Знаете Уже есть Что С нами Что-то будут делать Это может Наша последняя встреча Поэтому запишите Адреса друг друга Мы можем Потерять Навсегда Друг друга Всё А у вас что Какие-то Сведения есть Что-то будут делать В интернете Сведений нет И так понятно И вдруг Отрезали И те Которые Меня сохранили Те теперь спрашивают А как вы могли знать Всегда меня спрашивают Никак Я этого не знал Но по событиям Видно было Что так просто Не оставят Вот представь Воюют против Допустим Путина И сразу Раз Это у меня У других Там по 10 тысяч И он своим Разошлите везде Пересылка Перепост называется И сразу 100 тысяч получают Можно на миллионы Людей послать Отрубили Ни одного Государство За этим смотрит Если бы мы Правильно Пользовались Этого бы не было Нас бы никто Не трогал У меня однажды Был Такой Как сказать В друзьях Называется он И дал материал Материал Такой едкий Материал Я взял Его себе Поставил Кто-то Пожаловался И к утру Меня перекрыли Форум был закрыт Пришлось Приносить мне Извинения Во-первых Материал Не мой Но если бы кто-то Поставил А теперь он вышел Раз от меня Рядом моя фотография Я его поставил Хотя и ссылка Что не я Они говорят Ну поставили ТВ А администрация Вступила со мной В разговор Я думаю Они не с каждым Вступают Но видно Что весь интернет Религиозный Я его сразу убрал Попросил прощения Виноват Виноват И больше этого Никогда не будет Вот как маленький Нашкодивший Пацаненок У меня в лагере Виноват Вы меня наказали Они Дня три Наверное Меня продержали И открыли И больше ни одного Замещания у меня не было Но у меня нет Нигде Я не нападаю Но Другие там Старик Такое что Можно было бы и убрать Я не убираю Ничего там Смертельного нет Так Володя Ты хотел вопрос задать Я хотел задать вопрос О Дмитрии Смирнове Так Как Он очень много Выступает в печати Да Ну как В разных Передачах Это Участвует Ему задают Много вопросов И вот как Вы думаете Он отвечает правильно Или что-то Можно было по-другому Ответить На то что он отвечает Ну видите Вопросы разные Иные вопросы Просто приходится Сказать что Вопрос небольшой И он сумел ответить Это Ответы Можно сказать Самые грубые Которые дает Кто-то в интернете Из православных У него Самые грубые Ответы Он говорит Я не кончал академию Ну семинарии Там видимо Окончил Приближенный Где-то Очень циничный Даже Но ответы Его мне нравятся Он чем-то Напоминает Епископа Говарова Пиафана Затворника Ответы грубоватые И даже грубые Бывают ответы Но они Очень сильно Правильные И когда он отвечает Правильно И когда отвечает По Писанию Если он отвечает Это самое большое Нападение на него Делают люди Но негде Выступить в его защиту Он нуждается Или он в этом Я не знаю Ведь видите Как он понимает Что даже Какие-то наказания Были Революции Это все из-за того Что жили в грехе Там в Таиланде Потопили Это что-то Разве за грех Это природные катаклизмы Он ответил Абсолютно правильно Но он не показал Откуда взято Ты по порядку Возьми книгу судей И везде по порядку Как идет Грешили потом Грешили Содом и Гаморра Не надо бояться Этих слов Так и было Это Библия Если Библии мы боимся Тогда Где наша вера Он отвечает Очень много И очень правильно Но иногда Отвещает так Как думает То ли он насмехается Или что-то Но и другой Так ответил Не пропустили бы А его пропускает Он авторитетный И он прямо Показывает Что мусульмане Ближе ко Христосу Чем наши православные Почему? Потому что я говорил Как он бесплатно Подвезет А русский последний Отдерет от бабки Которая идет в церковь Тот говорит А как я буду С матери брать мусульманин У мусульманина Есть тормоза Но он дальше Это не говорит Что такими Православными Сделали вы Попы их Потому что не учили Вы помните Когда слепорожденного Допросили Говорят Проклят народ Невежда в законе Евангелия Теана Так он народ Невежда в законе От вашего Научения Дорогие пастыри Почему же вы не научили Почему баптисты Не могут сказать О своих прихожанах Или адвентистах Что они невежды Они все считают И самое главное Что он даже Место не назвал Только сказал Сейчас мы будем Беседовать О втором пришествии Христа Наши люди ходили И все до одной бабки Листают Библию И находят О чем он будет говорить Они работают Вот этого никто Не досказывает Его спрашивают Ну а как Ленина Он говорит Это изверг Его надо сжечь И распылить на Луне Потом Это вы говорили Это поздно Спрашивают Да я говорил Но я не досказал Что с обратной стороны Луны Чтобы он не отсвечивал Распылить то Ленина Прах то его надо было Но он дальше не говорит Я сегодня Очень большой ролик поставил Неизвестная страница Из жизни Ленина Выступают историки И при том Люди которые Близкие Там племянница Ленина Одна по Дмитрию Выступают Там из института Там имени Ленина Но ни один Не говорит Даже тех Которые все правильно отвечают Но они не досказывают Не говорят до конца Ленин Он не может быть Другим Его Господь послал Почему мы не нападаем На Тамарлана сегодня Так это далеко было А Чингисхан Нас Гитлер интересует Ленин Сталин интересует Время затерло А у Библии этого нету Одинаково все Был Ахаф На него Златоуст постоянно ссылается Был такой-то человек Богоотступник На него ссылается Жития святых Маркелин Папа Римский Отрехся от Христа А потом вернулся назад Нужно досказывать До конца Народ отступил от Бога А вот если бы Большевики не победили Нас было бы 650 миллионов Не было бы Репрессий Сельское хозяйство Это основополагающее Не было бы разрушено Ну все говорят правильно Но почему вы не говорите Какой был разврат Как люди не знали Бога Об этом говорит Николай Касаткин Он канонизирован Просвятитель Японии Когда он среди Пленных Русских Попавших в Японию Стал разбираться Там На 100 человек Ни одного не может найти Кто бы знал Евангелие Это единицы Которые про это говорили Об этом говорил Пиафан Затворник Когда уже все Разрушается Уже все пылает огнем Тогда только батюшка Начинает кричать Пожар Но уже ничего не сделать Я все вспоминаю Когда Красноармейцы Захватили все Кремль А в это время Проходил Собор Всеправославный Там Председатель Патриарх Тихон был И вот Один из еписков Проходя мимо Красноармейца Сказал ему Что же вы делаете Разве это можно Он говорит А разве мы знаем Он сказал В Евангелии Разве так написано А мы его разочитали Один ответил Даже так Этому Владимиру Филимоновичу Марстенковскому Мы только крышку целовали Это сегодняшнее состояние И мы на форуме На сайте Постоянно Это подчеркиваем Постоянно И прошел год И Бог нас сохранил Но сайты форум У нас Они побуждают нас К постоянному Совершенствованию Потому что То что мы в него Заложили Это вершина И нам нужно Все время Себя подтягивать К этому Распространять Вот сегодня Чахнут они один раз Форума нету Сайта нету Ну нету И ничего ты не сделаешь Я это Чуть-чуть пораньше Успел понять Прямо чуть-чуть У меня один человек Учил Да не доучил Маленько до конца В Ютубе Как работать И я Вроде увидел И вроде не увидел Но другой подтолкнул И я начал в нем В Ютубе работать Ну что такое Ютуб Слово Ю это твой Туб это ящик Это всемирный ящик Для всех Кинофильмов Старых Новых И кто что выставляет Какие там где Видео есть За три примера недели Я выставил Я выставил 907 роликов О нас 907 Не чужих Все наши собрания Про лагерь Но они уже у меня были сняты Их каждый сопроводил Одним из вопросов Которые у нас В книгах есть То есть они Очень наполнены На сегодняшний день Я утром посмотрел Это 907 видео На нашем форуме Создано 1406 тем Тем К ним добавлено Ответов 8909 Это на утренней сегодня Вот такая справка Зарегистрировано 775 участников Хотя года полтора назад Такая была Светлана Она говорила Атеистка Когда она ушла Пропал ваш форум Было 102 Стало 99 А теперь Вот пожалуйста 775 Но я сомневаюсь Что они когда-то Будут участвовать Но оказывается Вчера один какой-то Пришел и говорит Ничего не выставил Но написал Вот его какой-то там Называется Ну его Ник Название какое-то Не по-русски Я пришел сюда Потому что Пока меня в армию Не призвали Мы с товарищем Все время общались Тут у вас на форуме Вот я вернулся А его товарища Не могу найти А у него Вот может быть Вы знаете такого-то Под его ником где-то Ничего нет Я бы мог убрать Думаю Так он пришел Разыскивать Зачем же убирать Ну он остался Люди приходят Общаются Ну 130 человек Каждый день За три недели Только один выступил И сказал Благодарю И на этом закончилось Это то Что я хотел Мы пытались Искусственно его Раскачать Выйти в число Где-то первых Чтобы нас стали Размножать Ничего подобного Недавно был составлен ролик Ролик называется так Святейший В кавычках Святейший патриарх Куда же ты нас ведешь Вопрос Ролик не мной составлен Но в этот ролик Вошло Вначале Батриарх служит За упокойной Пискаревское кладбище А потом Мы стоим У храма Христа Спасителя И молимся Кто с нами был И дальше И опять А потом Смирнов Выступает И говорит Что то Что мы называем Православие Никакое Это не православие Женщины Что-то намащивают Масти бегут Гроб пустой Его здесь нет Мы ищем В православии Совсем не то Что нужно искать И вот туда Называется Нарезка Из других И дальше Вы ищите Там где его нет Это место пусто И что интересно Там разные Есть Реа новости Кто распространяет И мы попали В эти новости На первую страницу А посещение У нас было Три человека пришли Вчера я пошел Три дня назад было Наверное Уже 570 То есть Нас Выдернули Из-за того Что там о Патриархе Сказано Такой заголовок Но это не мой ролик Не мой Но Я желаю Чтобы люди его знали К нам там привязать Все не к чему Мы там стоим Молимся о Патриархе О Президенте Чтобы был мир на земле Чтобы люди надеялись Не на храм А на Бога То есть Это все согласно Того Как мы это понимаем И главное Что я там говорю О том Что вот этих Которые плясали В Храме Христа Спасителя Нельзя было прикасаться К ним Обстановка Упущена Сегодня говорят А почему по вашему Не сделали Да потому что я не патриарх Еще пока Их нельзя было трогать Надо было завесить Большим замком Закрыть Храм Христа Спасителя Три месяца молиться Около храма И плакать И патриарх И сердца всего народа Обратились бы к вам Храм осквернен А потом заново Освятить его А у них ребятишки Сейчас за них там Больше половины интернета За них А другие мало Лет 10 надо было дать А другие Зарезать их мало Нам это надо Да разве православные Могут так говорить Храм Бог разломает Все Ничего не будет Наши сайты Форума Отличаются тем Что у них основа Евангельская Еще больше Это библейская Не только по Евангелию Но по Библии Так Мне приходится принимать Участие На форуме 8909 ответов Из них 4172 Моих То есть половина Половина Я сейчас Попрошу выступить Тех Кто В интернете у нас Участвует Ну и скажет О своем участии На сайте И на форуме Кто желает выступить Давай Брать совсем мир Значит Зовут меня Галина Кубайкина Галина Кубайкина Меня зовут Значит В интернете Я работаю Совершенно недавно Всего 2 месяца То есть Даже как им пользоваться Я не знала Все началось С нашей краевой библиотеки Где были у нас курсы По изучению Как кнопки нажимать Входить в интернет Единственное Я вам сейчас скажу Быстренько Данные Вот Значит В моем Сначала я зарегистрировалась В одноклассниках Вот в одноклассниках Я работаю 2 месяца Но сначала Как бы такой цель У меня не стояла Я просто хотела Думаю Для общения Со своими бывшими Одноклассниками С друзьями Но Господь Распорядился так Что я сейчас работаю Во славу Божию Вот за 2 месяца У меня там Значит В друзьях 775 человек В мой мир Я вошла Через месяц То есть Я работаю Всего 1 месяц И у меня там 691 человек В друзьях Хочу сказать Значит Что я там делаю Я Значит Выставляю Вот совершенно недавно Сначала я выставляла Только фотографии Наши фотографии Это Потеряевки Мамонтовского района Алтайского края В Варнауле То есть Вот нашу жизнь В общении На богослужениях А жизни Потеряевки Только единственное У меня Ставлялись фотографии Вот это И еще я выставляла То чем я занимаюсь Как бы Мое хобби Мое увлечение Это Сад Огород Вот эти фотографии Но когда Я была в платке Начали очень много вопросов Задавать по форме одежды О платке О длинных платьях Почему мы в храмах такие Ну и Невольно пришлось Отвечать Ну а сейчас Я Я просто не буду Уже это говорить Потому что это уже было сказано Неоднократно И я начала Что что я могла отвечать Я отвечала И многие На многие вопросы Я просто отправляла На наш Значит Сайт и форум Почему на сайт Да потому что Там отвечено Абсолютно все Там более 4 тысячи вопросов Отвечены во свете Библии Ни один вопрос Жизненный Он Как бы Не был Не был бы Не отвечен Почему Потому что Эти вопросы Они Значит Задавались на протяжении Многих лет Когда Игнатий Тихонович Проводил занятия В университетах Там В училищах В школах В организациях И вот На эти вопросы Все отвечено Во свете Библии И на основе Творений Святых Отцов Православной Церкви На данный момент Я сейчас уже Как бы Я уже поняла Что Надо Чтобы людям давать Какую-то духовную пищу И я вот Им стала давать Ежедневно Значит История Христианской Церкви Это в основном Жития Это Жития Святых То есть Одно житие На каждый день Допустим Житие Иоанна Златоуста Вот Потом значит Православные мысли На каждый день Это что это такое А это Священник Православный священник Который жил еще В 19 веке Он давал на каждый день Значит Пояснение Местописания Вот Это Значит Третье что у нас Выставляю Еще проповедь Проповедь Которая звучит У нас Именно в храме На богослужении Поэтому Братья мои дорогие Вот кто читает Нам чтецы Нам читают проповеди Вот ваши голоса Слышат все Вот эти мои друзья Вот И плюс Они еще и делятся С кем-то Вот И плюс Еще я выставляю Текстовый материал Конкретно Вот я набираю Допустим Православные мысли На каждый день Я набираю Вот это Местописание И толкование И вот это Я еще выставляю В текстовом Материале В текстовом файле Ну и плюс Конечно Помимо фото Я еще иногда Подкрепляю Значит Очень Какие-то важные Материалы В видеороликах Вот И в этом плане У нас очень Очень хорошо Работает Михаил Кальмаев Вот Помоги ему Господи Потому что У него Вот все эти Видеоролики Они Все Они небольшие Но они Или там Проповедь включена И обязательно Места писания Вот Ну и все И поэтому Конечно Я Вот кто будет Слушать Видеть Наше Это сегодняшнее Занятие Я просто говорю Что я Еще раз Подключаюсь к тому И всех призываю Приходите на наш Православный сайт И форум Потому что Более Такого Богатейшего Материала Чем наш сайт Вы нигде не найдете А на форуме Естественно Игнатий Тихонович Он может Любому собеседнику Лично Ответить На его вопрос Все Спасибо Христос А кто еще Хочет выступить Давай Продолжу Тему Одноклассников Вконтакте И форума Вот В этом году Ну наверное В конце прошлого года Было сделано На форуме Кнопочки такие Мой мир Одноклассники Рекомендовать там Поделиться Чем они хороши Эти кнопки Вот у вас Допустим Там 700 Друзья Вы на форуме Нажали эту кнопку И у вас В новостях Одноклассника Вашим всем друзьям Видно Что вам понравилась Статья И ссылка на статью Там будет Заголовок статьи Несколько там Предложений И что вам понравилось Все увидят И эту кнопку В принципе Можно нажимать Много раз То есть вы нажали Вам понравилось Потом убрали Опять Ну Типа Не понравилось Кому то Да Потом опять можно нажать Опять Друзья То есть раз в неделю Так будете нажимать И она постоянно У друзей будет появляться И можно так На любую статью То есть допустим На одну статью Какую-то посмотрели Нажали понравилось Другую Третью И это будет У каждого вашего друга В новостях Что вам понравилось Вот это Вам понравилось Вот это И статьи И ну Кто-то из них Будет переходить И смотреть То есть Функция полезна Но почему-то Пользуется ей Очень мало Я посмотрел на форуме Буквально там Единица нажимает Еще можно я добавлю Еще я добавлю Значит Значит у меня такое добавление Я вам хочу сказать Что я-то в основном На своей страничке Работаю Вот И хочу сказать Что очень много Работает сектантов Очень много Выставляют материалы Материалы по писанию Вот Но о православных Практически нет Единственное Что вот В моем мире Вот из моих друзей Там работает Елена Троцкая Она значит Какую-то свою страничку Создала Слово детям Я почему это говорю Потому что Вот у наших сестер Особенно вот Надя Дмуха Юлечка у нас Третьякова У них очень богатый опыт Работы с детьми Вот И вы знаете Я когда стала смотреть Ее материалы Елены Троцкой Значит Хорошие материалы Там где-то В форме сказок Где-то значит Она дает пояснение Допустим Что такое литургия Что такое причастие Ну в доступной форме Для детей Вот И как раз Вот значит Брат сказал Что есть такая кнопочка И я-то вот эту кнопочку Как раз и увидела И я ее стала нажимать И из моего мира Вот Эти друзья-то Стали увидеть в одноклассниках И я почему говорю Потому что я в одноклассниках Вижу Что как-то вот там Вот более такой живой Этот Сайт Более живой одноклассники Там вот как-то люди Более активные Они отзываются Они вот посмотрели материал Они или дают комментарий Или там вот они жмут палец Но как-то вот они стараются Показать Что они твой материал Это прочитали Они его знают И вот Когда я стала выставлять Вот эти свои материалы Ко мне пошло много людей Которые желают быть В моих друзьях Вот И что еще мне понравилось Что вот они Неравнодушные Они посылают То стихи какие-то То какие-то материалы То выдержки из Писания То есть вот как-то Вот они еще и подбадривают тебя Что надо трудиться Во славу Божию Спасибо Христос Дело в том Что без интернета Сегодня трудно Даже оформлять документы Вот я сейчас оформляю Зарубежный паспорт Брат Себастьян помог Мне заведели Думали неделю через день Они уже откликнулись Во вторник идти Фотографироваться Сайт госуслуги есть Сайт госуслуги есть Там действительно все быстро Вот у меня жена тоже РВП получала Что-то несколько месяцев И штрафы какие-то платила А на госуслуги зашла Там заполнили анкету Пришла туда Все готово Все у вас готово Вот вам Все уже Да И значит В вторник я уже пойду Снимать будут фотографии Ну там биометрические данные Но это особая тема О которой надо поговорить Некоторые боятся Что-то где-то Это неоправданные страхи Некоторые боялись Паспортов Красных Другие там зеленых Это все Конечно подготовка К престолу антихриста И то что электричество Изобретено Это главное изобретение Которым антихрист воспользуется Биотоки В человеке открыты Что чип будет работать Но это не печать Лучшее доказательство Что же не продать Не купить У тебя нет А ты ходишь Покупаешь Продаешь Иногда говорят Ну если вы говорите так Что принимать не грех А все-таки нужно сопротивляться Сколько можно Да я так и ставил А сами идете получать Вот это и означает Не быть упертым Не ищите своего Апостол Павел говорит Призван рабом Оставайся рабом Призван свободным Но если можешь приобретить свободу Прямо показывать это Так вот Однажды К епископу Павлину Павлин это не птица А имя Мало кто знает даже Пришла женщина и говорит Сын мой попал В плен И требуется выкуп Сколько Столько А у самого ничего нету И она плачет Помоги Но денег нету Он говорит Хорошо пойдем Я сейчас деньги достану Вышел на площадь И там специальный ряд Где продают Рабоводительский строй был И он встал в ряд Благообразный Старый стоит С бородой Один подошел мужчина А ты сейчас стоишь здесь Я продаю А кого продаешь Сам себя продаю Себя да И сколько ты просишь Вот спросил женщина Сколько тебе надо Она говорит Тридцать золотых надо Тридцать золотых А что ты умеешь делать Он не говорит Что он епископ Он говорит Ну я садовником Работал много Садовником Так я как раз вышел Искать садовника Как у Бога Это все выберено И он Тридцать вытащил Деньги отдал Та пошла сына Выкупила Написано Сделайся свободным Он делается рабом Экстраординарное событие Требует экстраординарных мер И он там работает Сразу навел порядок В саду Прививки начал делать Ну а хозяин приходит Доволен А потом стал Помаленьку догадываться Это непростой человек А как он ведет С кем он беседует С чем питается Он навел справки Увидел Так люди не делают А он какой был Он там все это Молится Прославляет Бога И он тогда Ему открылся Он говорит Да какой же я тогда Перед Богом Такого человека В рабах держу Ты свободен Уходи Он говорит Да я не уйду без тебя Ты со мной должен уйти Как так Чтобы ты обратился К Христу Меня Бог таким сделал И хозяин И хозяин И дом Обращается к Богу Мы сейчас Подвели итог 2012 года Мы намечали Пройти 80 сел 80 городов Страны Вот в 2012 году И мы в путешествии Пробыли 3 месяца Одну неделю В каждом городе Селе мы оставляем 38 наших книг Вот эти вот Дарим Я нашел этот путь Через библиотеку Выход на людей Дальше И мы посетили Не 80 А 240 В три раза больше Начиная от Москвы Владивосток Находка Прошли более 50 тысяч километров Ночевали мы Всегда где-то В степи В лесополосах Чтобы утром Рано В это село Зайти В общей сложности Шесть шоферов менялись Закончено Дальше у меня были планы Я в дороге молился И мысль такая пришла Что нам надо Теперь захватить Дальше Москвы Центр взять Между Санкт-Петербургом И Одессой И между Москвой И Молдавией Где-то там у нас Должно быть Такое место Ну штаб-квартира Назовем Послать туда Нужно примерно 7 тонн Нашей литературы Примерно Такое же количество А на 14-й год Я подумал Что надо Перейти через границу Пройти всю Европу Все государства Заехать к Папе Римскому В Ватикан Дойти до Португалии Поднырнуть Под Ла-Маншем В Англию Вернуться через Скандинавию Прибалтийские страны Вернуться домой Но обстановка Мировая такая Ну я молюсь Об этом все время Я подумал Это делать не в 14-м году А именно нынче Мы начинаем Чуть-чуть работать И сразу переходим Сейчас оформляем документы Препятствий нет Мне ответ пришел Вот этот вторник В 7.30 Я должен явиться Две с половиной тысячи Заплатить за паспорт Конечно Дороговато Для меня особенно Ну выкупим Будут снимать Значит остальные Чтобы подготовились Так же Дальше После этого уже Ну они через месяц Когда снимут данные Но они могут Сказали через две недели Через три дня Меня уже вызвали Вообще Никто не ожидал Что так быстро Они сделают Потому что называется Образовать нужно Свой кабинет Это не сайт А кабинет И они заходят На мейл.ру И там для меня Ответ уже есть Я его отпечатал И вот он у меня уже Здесь стоит Или не вернули меня Вернул Где-то здесь лежит Вернул да А дальше будет Оформление визы Виза Непростая будет Так называемая Шенгенская зона Это те государства Которые вошли В этот союз 25 государств Если в одно я проник То дальше Градис для меня нет Я пойду Но пройти туда Нужно приглашение А мне нужно приглашение Из библиотек Сейчас договариваются Как только паспорт получаю Сразу договариваются Уже договорились Библиотека Берлина Там Бонна И все Болгария Люксембург Брюссель Мы должны Везде 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 Пройти Маршрут Вымерить Сколько стоит У нас нету Машины Машина наша не идет Мы купили новую машину В прошлом году Газель Она берет тонну И семь человек Нужно иномар Эти машины За рубеж не пропускают Они отравляют воздух Якобы Такая причина Или нет Ну Как мне говорят Машины нет Денег нет Деньги там евро Ну У нас богатый наш бог И вдруг Меня сейчас уже спрашивают Какая машина Сколько нужно Где она Вам нужна Получить Вы хотите ее в Москве Или там где в Ростове То есть вопрос Конкретизируется Второй звонок Мне поступил Уже И спрашивает Назовите конкретную сумму Евро В чем вы нуждаетесь Понятно То есть Эти самые по себе Вопросы Ну уже что-то говорят Меня сейчас спрашивают А сколько вы хотите Перевезти грузу туда Ну Тонна Вот в миграционной службе Меня возили на этой неделе И я говорю И стоит это Ну примерно Ну в общем Среднее Десять тысяч евро Всего Наш груз Это двадцать государств Но Тут одно но теперь Которое я не знаю Как преодолеть По этой визе Разрешают заезжать Один раз Я заехал теперь Но за один раз Я не могу посетить Там тридцать пять государств А я могу взять Только на двадцать На двадцать тонн Дальше перегруз машины идет И две машины не пропустят То есть практически все Собака Там сейчас ее чипировать будут Чтобы пропустили с собакой Собака Это у нас охрана очень сильная Ну что только можно узнать По этой теме узнавать Это все в интернете Я там копаюсь Сижу Нахожу И теперь даю на обработку Своим братьям Ты что узнаешь Тоже на меня скинь А я тут уже будем молиться Значит мы теперь Главный вопрос Это что что в интернете Книги не выключишь Наши книги находятся где Центральная библиотека Российской Федерации Библиотека имени Лейна в Москве Президентская библиотека страны Библиотека номер два Историческая в Москве Ну и остальные Центральные города России По северу и по югу Мы уже прошли До Владивостока Оттуда изъять их Не могут Где-то могут А где-то нет Сумели изъять попы Через губернатора Только в Омской области Они близко знакомые И они там нажали И то сразу дало указание Вы бюджетники Где вы получили Убрать И они мне сразу позвонили Указание свыше Ваши книги убрать Так вы не считали Не смотрели Ну что вы сделали У нас работу уболят То есть это превышение полномочий Это беззаконие И маукнется когда-то Но изъять из библиотеки Ленина Никто не может Даже президент Никто Там хранится все До единого листика Которые нашли рукой Гитлера Написано На его рисунке Это не убирается Это хранилище Как Ну можно сказать Неприкасаемое Никем туда Ну можно конечно Дать указание Как-то Сталин Все что касалось Убийства Гитлера Изъять и уничтожить Вообще-то можно Но это беззаконие Через беззаконие уже Всякое Вот мы сейчас Готовимся к этому Выйдем Мы как только в школе Заканчиваются занятия Один из нас Нас трое поедет Витя Он учителем работает Теперь чтобы от меня Не отставали Получилось Брат Силосиан Помог Я вырвался вперед Уже иду А нет Ну значит Дай Бог Чтобы наркосно Это все было Я везде задаю вопрос Есть ли препятствия Непреодолимые Чтобы у нас что-то было Ничего нет Ничего нет Тем более Этот груз наш Если мы покажем Тем более Из каждого города Из библейских единиц У меня везде документы Что они получили бесплатно Получили бесплатно То есть мы дарим Иммиграционная служба Здесь ответила Такого нигде нету Не в интернете Не люди идут купить Что-то нам надо Утащить там Ему ограничить Сколько можно Пачек папирос Водки А здесь отдаете В прошлом году Мы подарили на 3 миллиона 150 тысяч рублей Ниг наших При минимальной пенсии Так что вы имейте ввиду это Раз ничего нет Вы можете быть участником Через пожертвование Ну а тут уж придется нам Видимо отовариться Перевезти на евро Почти определенно Мы едем Мы работаем сейчас И нам уже из двух В Германии Позвонили Готовая нас Вызг нам сделать В эту шенгенскую группу Не входит только Англия Как туда попасть Сейчас будем решать этот вопрос Дополнительную визу Видимо придется брать Проработать надо Это все через интернет Не будь у нас А теперь они к нам Вот допустим Ты в ютуб зайти Ключевые слова Игнатий Лапкин И 907 роликов Сразу у тебя выстроится А тебе надо узнать Как Рождество Добавь слово Рождество И как в этом Рождество Мы встречали Пели дети Или допустим Игнатий Лапкин Лагерь И сразу все Что про детский лагерь Ютуб выстраивает Ютуб это не мой сайт Просто так закрыть его Ну вряд ли решаться Это Ну я выражаюсь Может неправильно Это как бы Дочернее предприятие Гугла Оттуда И главное что В ютубе почти все Копируется туда Раньше было Я заряжал Знаете Лапкины Кто что говорил А сейчас зайдешь Одни ролики идут Так что А нас Теперь могут узнать Намного быстрее Зашли А ваша литература Экстремистская Да не зашли Нет Правда вашей там нет Она не экстремистская А противоэкстремистская Сейчас ютуб Вот я работаю В компьютерном магазине Большинство телевизоров Встроено идет То есть вы на пульте Выбираете ютуб И все что на ютубе Можете смотреть На любом современном телевизоре Это Поэтому все что выставлено Можно смотреть на телевизоре Интересно Чтобы в ютуб найти Нужно первое Игнатия Лапкина Я ставлю ИГ Она сразу выбрасывает По двум буквам Брасывает Игнатия Лапкина Ну Что тут говорить То есть мы заполнили Буквально всю эту нашу нишу И теперь Богослужения Собрания Дети Крещение Это натурально Не просто говорить А прям обидно Батюшка сходит Идет в воде Погружаются люди Выходит То что снято Поэтому то что у нас снято Все это на пользу Никогда этого не отрицайте У патриарха Каждый шаг его фиксируется Очень хорошие ответы Дает Осипов Алексей Ильич Прекрасные ответы Дает Кураев Отец Андрей Дьякон Но Я Как бы себе Внутри уже Эти вопросы Перерабатываю И каждому я бы добавил И кое-где я не согласен Там где нет ссылок На священное писание И поэтому Где нет писания Их сразу замосят в сторону И до конца Почти никогда Не договаривают А как до конца У меня один принцип Виновен я Они никогда Это не говорят Виновен я Все время защищали Что патриарх Кирилл Тут поступала помощь Табачный Не Кирилл А Курил его звать Нападки только И наконец Андрей Кураев Говорит Да было Да поступала помощь Ну как Храм она была строить Немцы дали Говорит Ну беспошлиный Ввоз Табака Ну вот взяли И продали Ну это разовая акция была Ну простите нас Все таки Долбили Долбили Добились Ну не на смерти же Набирать деньги Чтобы кого-то оживить Это не годится никуда А поэтому Раз ты высоко стоишь За тобой и смотрят В наш адрес Я находил Очень крайне отрицательное И притом Ни одного слова Правильного нет Как будто я считаю Мои имя фамилия А совсем как будто Они обо мне говорятся Во-первых Священник Дальше Никакого отношения К православия не имеют Ну и дальше Там уже Собирают Думают То ли пьяное То ли это нарочно поставленное Но никакого вреда От этого нет Нигде Они сказали Они отошли А люди которые Считают Остальное видят ролики Они говорят А этот то что выступал Это на каком Да зачем мне это смотреть Я не поставлен Это отслеживать Моя задача Быть верным Христу Я сказал Я сделал Я собрал Я поблагодарил Бога Хочу поблагодарить всех Кто участвует И самое главное Кто основывал наш сайт Женя Кажется Евгений Валентинович Да Вот Теперь уже только так Не просто так Ну и наверное Гавриил Леонидович Так По паспорту Благо вам желаю Вашей семейной жизни Полного примирения И жизни Во Христе И со Христом И не забывать Что То что вы сделали Это Вам В укор не будет Ни на суде Божьем Нигде На наших сайте И форуме Нету Поносных Статьей Ни против Христа Ни против Библии Ни против православия Мы желаем только Чтобы все вернулось К евангельской вере К евангельской Вот вчера выступает Я нашел ролик Невзоров Ну это такое умница Не скажешь Ну говорит Вот я православным Верующим Христианам Вообще Задаю два вопроса Вы признаете Библию Ну вот Новый Завет И берет пятую главу Деяния апостолов Там порядок был такой Чтобы вступить в церковь В общину Христиан Нужно было продать все имение И до копейки отдать И вот Анания Сапиры погибли И все отдали В общем-то написано И событие такое было Но там не написано Что отдать Апостол Петр говорит Не в вашей власти Это было Не в нашей власти Не продавать Вы солгали Вы не потому Что не отдали Вы солгали В церкви не должно быть лжи Но Александр Невзоров Говорит Или он не понимает этого А учился в семинарии Когда-то Ну явно неправда И ответить ему Я не знаю Как ответить это можно Говорит неправда И поэтому отвечать Ну неправда Если кто жертвовал Все и полагал К ногам апостолов Это было чрезвычайное состояние И написано Сие сделал Варнав И уст поурознанной Варнавой Сыну Тишения Тех которые делали Они по именам вошли А остальные Это ну жертвовали Сколько говорили И все Ну я думаю Никто не жертвовал Меньше десяти Это определенно Потому что Десятина Восстановление Божье И дальше написано Если твоя праведность Не превысит праведности Книжников Парисеев Не войдете В царство небесное И жертвуешь ты Больше Это расположение сердца И были люди Которые все продавали И шли с апостолами У них ничего не было Второй он вопрос задает Или вот вопрос задает Как раз вопрос Отцу Дмитрию Или даже к патриарху задают Скажите А зачем Бог сотворил Вообще человека Какая была цель Кажется патриарху задают Патриарх отвечает Отвечает хорошо Прекрасно Но неправильно У него чистая речь Нет мычания У него голос такой Как у Блюма У Дмитрия Полинка Такой шоколадный Я называю Интонации такие Тембр прекрасный Но не говорит А ответ очень простой Для славы своей Больше ничего нету Бог мог не творить ангелов Не творить мир Все что Бог делает Делает для славы своей Давид так говорит Сотворил для славы своей А получилось наоборот Ничего Такая революция Убийство Ничего За каждым событием Хорошим и плохим Стоит и ангел Божий И сатана И сатана с Богом борется Не с ангелом борется только И как А вот так Давайте мысленно проиграем картину Бог говорит Приблизилось к вам Царствие Божие Оно приблизилось Оно рядом Ну кто Царствие Божие не пища и питья Давайте Каждому по потребности Это пища и питья Но радость Мир Там во святом духе Праведность А сатана говорит Я бы это сделал А как 90% уничтожил А 10% коммунизм Железной рукой заведу И Бог Зная этот план Сатаны То есть Ленина допустим Гитлера Он допускает И ангелы смотрят Господь говорит Полно тебе свобода Делай Убивай Гулаги устраивай И наконец Крах Государство лопнуло Никакого Советского Союза нету И Златоуст говорит И ангелы Небесные силы Рукоплещут Ничего У сатаны Путного Не получилось Вот и весь ответ Вот что Бог желает Чтобы вы Простаяли Бога Он допускает Ленина Допускает Чтобы отняли Всех десятерых детей Чтобы друзья Сделались врагами Это книга Ева И что? А дальше Сатана уже больше не приступает Ну как тогда Он взял такой коллапс Представь себе Экономический кризис Нападает Овец Верблюдов Все у него отняли Ничего нету Разграбление Коллективизация На наш язык Переведем Состояние Ева И Бога не прославить Он говорит Не можем Мы неужели за доброе будем славить А за худое не будем Жена Самая ближайшая И сделалась Орудием сатаны Для женщины это не секрет Большинство так делают Похули Бога и умри Чисто сатанинские слова Он говорит Неужели Ты как одна из безумных говоришь Бога нужно славить за все Мы сейчас собираемся Мы же приобретаем что-то Время тратим За визу Четыре с половиной тысячи Еще платить надо А если не получится У Бога вымерено Он увеличит наш вклад Десять тысяч раз Я для Бога это делаю И вот Епископ Павлин Продал себя Чтобы выкупить из рабства Мы это делаем все Для того чтобы выкупить Так то у меня Эти не биометрические Никакие А это у всех будет Уже через год Тут ничего нет Так это Это не спасительно И не губительно Это Никакого значения Не имеет для спасения Никакого Я выгоды Никакой не имею Никакой Получу паспорт Моя задача Только проникнуть И отвезти хлеб Духовный И все Больше ничего в этом нет А если бы Чип уже являли Стоп Дальше уже мы не идем Речь идет о бумаге Бумага Это бумага Это паспорт Они должны как-то делать Предохранять Террористы Лезут И их понять можно Ты войди в их положение И они думают Как создать этот контроль Пока контроль Хотя бы над проездом Руки отпечатки берут Сейчас от ладони Оказывается Ладони отпечатываются Даже Я уже посмотрел Ну и во славу Божию Так что Об интернете Мы можем Богу сказать Великую благодарность Что через него Наше сокровище Распространяется По всему миру И главное Это вопросы и ответы Кто желает сказать что Ну Я почему говорил И говорил немало Потому что я там работаю Вот у нас некоторые люди Был день общины Вот Игорь выступал Говорит Половину ушли Почему А они ничего в общину не вложили Ему разница никакой Это он сегодня здесь Да пропадет в любой храм И почему им безразлично Что стоит в форум Есть он или нет Потому что он ничего не вложил Не молился Не жертвовал Его не касается это Но перед Богом Это все вымерено Я то ведь Говорит А как научился в интернете А у меня там тыка называется Оттыкнул Не получилось другое И в создании общины Это мы так же делали Это не проходит Это закон не пропускает В конце концов Община В конце концов интернет Не сиди на месте Работай А вода обточит эти камни Он нас делал родными И как нас зовут Христиане О Я хочу сказать Он озадачил меня Так вот я теперь Чтобы вдруг случится Не дай Бог конечно Это Да я думаю Что этого не случится Господь не допустит до этого Но тема-то осталась И поэтому я Вошел вот в эту тему Чтобы Как там в этой Шенгенской зоне К этому вопросу относится Я вчера потратил целый день И ничего практически путного не нашел Я теперь понимаю Да ну я Я давно работаю в интернете А когда работаешь в интернете Понимаешь Что оттуда Из этой Мировой сети Поймать Вот эту золотую рыбку Очень сложно Прежде нужно Перелопатить Очень много Потерять времени там А он их тратит там 16 часов в сутки Вот тогда Когда ты это Сам поймешь Что сколько времени Сколько усилий Требуется Для того Чтобы работать Там в этом интернете Чтобы эту благую вещь Нести По всему миру Тогда это будет Для тебя ценно Тогда у тебя Будет что сказать Как вот у Галины Ивановны Потому что она Прикоснулась к этому Она знает теперь Что это такое Из своего опыта И только свой личный опыт Он ценен А не зря я сказал Фразу Вначале Известную всем Большой видится Издалека Наше общество Мы привыкли уже здесь К тому Что мы имеем И не ценим А когда мы Войдем Вот в интернет И видим Когда люди из океана Глядя на эти ролики Которые Становятся им известными И наша жизнь Общины Становятся им известными Они ценят это Они ценят Нашего старуста Они ценят То что мы часто не ценим То чего не имеем И пользуясь случаем Я хочу поблагодарить Ну уже раз Поскольку я стал говорить Хочу поблагодарить Всех братьев и сестер Я рад Во первых Видеть вас Снова Воочию Не только В роликах В ютубе Ну конечно Я всегда Был с вами Душою И во время Наших Ваших здесь Без меня Собраний Но и В другое время Не только Когда вы приходили Ко мне Когда звонили Это без конца Были звонки И с первых минут Практически Моей травмы И все время Когда я находился В болезненном состоянии Вчера Получил нарекания От члена Нашей общины Что Вот ты все время Ставил себя В пример Что ты вот все время Ходишь на занятия На собрания А вот теперь Это ты вот Ты не ходишь Мне это Знаете Обидно стало За себя Что И я Так сказать Решил Что сегодня Я уже должен быть Вместе с вами Несмотря на то Что еще Не вполне оправился Слава Господу Что я имею Вот такую Семью Братьев Сестер Это просто Нужно ценить И я удивляюсь Людям Которые Уйдя из нашей Общины Они говорят Что ну наконец-то Я освободился Что мне теперь Никто не тыкает Что ты такой Что ты То есть Такой Что ты вот там Тебя не было тогда Тебя не было вот тогда Я удивляюсь Либо этот человек Вообще Ну тогда это Нужно признать Его мучеником Просто Потому что он Столько лет Терпел И мучился Здесь Находясь В этой общине Либо он Просто Лжет Или Двусмысл И слова И слова говорит Потому что Ну просто Нужно ценить Что имеем И часто Начинаем ценить Только тогда Потеряем Не будем терять Наши близости Дружбы Что мы Христос нас Сроднил И что мы теперь Христиане И близкие Друг к другу Спасибо Христос Слава Христос Пару строчек Прочитает И все А ролик Все таки смотрят И поэтому Это более Сейчас актуально Но Выкладывая ролики На ютуб Обращайте Внимание На то Чтобы Название У ролика Было Как можно Более емким Не только Как назывался Там 001 А именно Название ролика Поддержало Съем смысл Допустим На компьютере Сначала назовите По русски То-то 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 Рождество Игнатий Лапкин Потеряев Чтобы на компьютере Файл назывался И потом его выкладываете И там в описании На ютубе Обязательно Подробно Сколько входит Прям Ключевые слова И Какой-то комментарий Это будет проще На ютубе Человеку Который Не будет задавать Игнатий Лапкин А просто Рождество задаст Еще какие-то слова И по этим словам Выдернет И посмотрит Ну и перейдет И чем еще хорошо Можно вставлять Хоть куда Хоть на Там форум Это не будет занимать Несколько места Вы поставили его На ютуб А потом тут же На форуме продублировали С каким-то текстом И все Место не занимает На форуме А оно там есть Можно смотреть Вот Я хочу добавить Гаврилу Сейчас На сегодняшний день У нас Сайт находится На народе Это сервер Который бесплатно был Он принадлежит Фирме Яндекс Поисковой системе На сегодняшний день Яндекс Закрывает народ И рассылает письма Что народ закрывается То есть народа уже не будет Вот И описание делают Почему это всего Почему не будет Потому что тогда Когда создавали Была цель Привлечь людей К интернету Вообще К сайтам К созданию сайтов Теперь этой цели нет Народ закрывается Вот Те кто хотел Перешли на другие сайты Вот Ну что они предлагают сейчас Они предлагают Что все функции народа Которые были Раньше Сейчас его уже не будет Или уже нет Я не знаю Вот Они переводят на Юкос Сейчас нельзя закачать Как раньше Файловое хранилище Они придумали там Яндекс.Диск Но это другая Функционал И обещают Что все Что было заканчено ранее Оно сохранится На старом Вот этом файловом хранилище Ну то есть Вот сейчас идет Реформа Яндекса В связи с этим Вот перед Новым годом Начали проявляться Некие такие непонятности На самом Яндексе Файлы перестали продлеваться То есть Вот у меня Головная боль была Последние месяцы Может быть Что с нашими файлами будет Я уже приготовился Полностью Перезакачивать весь сайт Потому что Файлы просто не продлеваются Ты их продлеваешь Они там А сейчас они пошли Минус 35 дней Было вот Ноль Это значит все Файл уничтожен Потом Один Два Три Четыре Это Ну Там убывает 45 дней Дается срок хранения А сейчас у них такие файлы Как Минус 35 дней Минус 40 дней Я не знаю Что это такое вообще И ничего с этим Сделать нельзя Мы неоднократно писали В Яндекс Вот Их представительство Сейчас в Новосибирске Ну вплоть до того Что туда надо ехать И разбираться Они Отвечают Такими Общими фразами Потом просто Убрали кнопку помощь Вот с нашего сайта Ну с нашей мастерской То есть Я раньше тыкал в помощь А они потом Перед Новым годом взяли И помощь Слово убрали Но это живых власти То есть Ткнуть некуда Ну и мы просто Опустили крылья И молились Ну в конечном итоге Сайт пока живет Но что будет дальше Мы не знаем То есть Вот такие как бы Форумы сайты? Нет Форумы это отдельно Вот я говорю то что по сайту Так Женя Не забывай Раз мне сейчас сайт переедет Все время держи руку на пульте У тебя может будет Это самое большое За этот период времени Что работает сайт По сайту Наши знания ограничены Что он говорит Я вообще этого не знаю Я к нему не касаюсь Раз в месяц захожу Посвящение Снимаю через принтер И больше ничего у меня нет Нету Так что сохранить его надо Это основная наша база Куда все ссылки идут Его не будет Тогда не знаю Тогда на форуме На каждом моем выступлении Обращайтесь к сайту И везде дается адрес сайта Его не будет Я даже пока не знаю Не готов к этому Поэтому я в другом направлении Сейчас работаю Ну а книгам По государству Они обещают сохранить Все как и было Ну я просто Я немножко так Волну такую поднял Они обещают Все как было Вот для тех кто работал И кому нравится народ А то что Внутреннее переобразование Вроде бы как Не коснется пользователей Ну просто Есть такое волнение И прошу об этом помолиться Если бы Чтобы не было никаких Ну неожиданностей Понятно Игорь хотел что сказать Ну я Хотел сказать о сайте Я-то Мало к нему коснулся Полгода всего поработал Ну там что-то осталось Отвечал на вопросы Я как все это видел вообще Этот сайт Он для чего нужен был Чтобы продлить Нашу с вами христианскую жизнь Здесь Как бы В пространстве В географическом И Даже во времени Потому что Вы же знаете У нас земля круглая И пока там Долетишь с одного на другой Целые сутки уже теряются Или наоборот Кем-то находятся От чего все это Произошло во мне От того что Слова священного писания Что евангелие Будет проповедовано По всей земле И все Больше у меня Этот сайт Мне ни для чего Я понял сразу Что Как нам проповедовать Вот мы ходили проповедовали Будем ведь так говорить Я практик проповеди Ну кто это не понимает Там Если кто-то там Будет их смотреть Ну из нас Все почти Все понимают Хотя есть и гости Ну тому сложно Представить Как донести до людей Слово истины То есть Евангельское слово Ну как вот Встречаешься ты с человеком Который вообще Ничего Не знает О Евангелии О Иисусе Христе И знать не хочет А у нас От Христа Поставлена Конкретная задача Благовестие То есть Рассказать О спасении Его души И не от Чего-нибудь спасения От его грехов И сатаны И смерти еще Добавка всему Но если все Это вот то Что я уже сказал Меня уже перестанут Слышать 99% людей Земли 1% всего Останется Вот послушать И как можно В этом благовествовать Как донести Чтобы В полноте Мы еще делим Слова Проповедь И благовестие Слово проповедь Это значит Когда мы ходим И где-то И ты говоришь Ой Я кому-то говорил Проповедь Это будет Великое Чудо Кто-то остановился И захотел Послушать о Христе И ему рассказал Ты все Что хотел Рассказать О великом Нашем спасителе И Слово Благовестие То есть Ты засвидетельствовал Человеку О том Что есть Христос Есть Евангелие Есть другая жизнь Не той Которая Живет Ему кажется Что это истинная жизнь А вообще другая Но как засвидетельствовать Многим И Эти вопросы Ставились И ставились И ставились И я могу так сказать Даже Наш Игнатий Тихонович Он и то Не сразу Дозрел до этого Наш сайт Валялся на задворках Российской Российской Федерации В аналах Где-то там Он был За какими-то там Гаражами Был спрятан Великое сокровище Ну точно как пираты Прячут Очень глубоко Но все-таки Это материальное Его можно было достигнуть И как его так Умудрились Заделать Наш сайт И Он долгие годы Я не побоюсь этого слова Наверное в течении Почти 10 лет Потому что у нас Передовые все-таки Братья были Они сразу Сделали наш сайт Туда поставили Книги Как появились они Сразу Это наверное 2001 Какой-то год был Да Уже А хватились мы только В 2009 К этому То есть прошло Столько много лет И когда Брат Игорь Третьяков Показал мне Какой наш сайт Как он выглядит Я Который очень далек От всего этого Я понял что Ну так себя вести нельзя По отношению К тому что там написано Ну тут какая-то Ревность во мне закипела Ну я не знаю Это только от господа Наверное могло быть И я начал Бомбандировать Игнатия Тихоновича Что это там у нас За такой сайт Он сначала не понял Он сказал что Я какой-то пьяный Брежу У нас там Самый лучший сайт Такой прям Аж раз прекрасный Но когда сам Попытался туда зайти А у него тогда Еще не было Интернета Он там через Какие-то кафе Там туда Его там где-то И они еле-еле Что-то там Зашли И в конечном итоге Даже и не отыскали Книги где стоят Тогда уже стало ясно Что ну кто Посетит наш сайт И в простоте Прочтет слова Христовы А спасение Да никто А главное все было В простоте То есть ты ткнул И тебе сразу открылось Вот Ну или икона Хотя бы Слова Сразу какие-то А там ничего этого не было Там сразу тыкаешь Какие-то там Деревянные поделки Там непонятно В общем Очень было это странно Не любовь такая К слову Божьему Ну это конечно Не рождение свыше И к сожалению Это поражает У нас сегодняшняя проповедь Говорит об этом Самое страшное Заметили О чем сказал Иоанн Кронштадтский Он зрел в корень Почему он и святой Еще и праведный Говорят сверху Потому что Нету любви К Господу И через Неправильное вхождение В церковь Нету рождения свыше Он этого правда Не мог сказать Жаль Иоанн Кронштадтский Я имею ввиду Потому что Тогда это было Так не принято Говорить Ну а сейчас До сих пор не принято Слава Богу Что есть люди Это сектанты Которые Нам Эти слова Христа Которые Относятся к Евангелию От Иоанна 3 главы О рождении от воды и духа Они их Просто нам высветили Для православных Так же как Так называемые Свидетели Иеговы Высветили имя Нашего Господа Иегову Хотя еще много Именно Господа Даже такие есть Очень интересные имена Но Однако Это имя Великого Сущего Забыли Слава Богу Что это есть И вот это у нас Как раз произошло И с нашим сайтом То есть мы В конечном итоге Высветили Я думаю В простоте Слова Господа Евангельские И уже очень легко Было заходить Ну то есть Открываешь сайт Сразу все понятно Тут темы Но столько же было Это трудов Ну могу так сказать Сам я не приложил К этому никакого Труда Я все Только смотрел На Игоря Третьякова Вынесет он это или нет Ну вот он Как с молодой Такой горячностью Пламенел И в конечном итоге Он вынес Хоть на него и много Нареканий Но однако Сайт существует И я туда заходил Когда работал На форуме Я на сайт Заходил Читал там то что Я брал темы разные Думаю как открываться Будет Все отлично Открывалось Все ну понятно Ясно И там Какие то ролики И фотографии И все Все было прекрасно Просто если бы Я был простым человеком Который не знает ничего И вдруг захотел узнать О Христе И попал на наш сайт Все очень понятно И Но самое главное Конечно это форум Открылся Форум это когда ты можешь Своё слово сказать Ладно там Кто-то там Заглянул и все Но человек который Для которого открывается Поприще веры И ему охота Беседовать с другими Говорить Поэтому людей Которые молчат И говорят что они верующие Я не понимаю Я сам не такой простите Но я не могу сказать Что я сильный говорун По пустому Бывает конечно Я пустословлю Что-то Западает такая шлия Но это редко В основном же Я все пытаюсь подвести К духовному Поэтому Ну если человек Просто молчит Мы знаем чем это заканчивается То пьянками То гулянками То какими-то Разбирательствами Поэтому я призываю Братья У кого есть возможность Почаще выходить На форум На наш Потому что там Такие прекрасные темы стоят И беседовать И не только И здесь Оставаться на занятиях Кстати Попытались мы Воскресить наши занятия На дому Собирались Ну собрались всего втроем Два раза На этой неделе Остальные То не могу То мама То Внуки То и там Так далее Поэтому Рассмотрите Своё сердце И не будьте слепыми Уже будучи верующими О чём говорил сегодня Ян Каштарский Спаси Христос Видите как Вот спрашивает А вам хочется Чтоб больше посещали Хочется Но от нас это не зависит Господь смотрит Только на то Что от нас зависит И сеющие И поливающие Ничто То есть мы распахали землю Мы посеяли Провели арыки Дальше что мы можем сделать Поливаем каждый день Но ничего не выросло Всё Бог возвращающий Который возвращает Поэтому мы остановились На Евангелие от Матфея 22 глава Господь посылает Звать на брачный пир сыну Пришли Посыльные Так у царя Пир будет Так собираются Надень одежду Получше Царь ждёт Ешь сколько хочешь Беседуй с кем хочешь И без подарков Никто не уйдёт С царского пира Без подарков вообще не уходят И вы знаете как пошли Разговоры какие У одного Быки Куплен Мерседес купил Тысячу лошадиных сил А другого поля купил Опормил Приватизировал землю Хорошим пермером стал Дачу купил Ну а третий Вообще выстоял Причину А я женился Тут вообще ничего Нельзя сказать Те говорят Испытать волок А жену испытывать не надо Она уже у тебя Верно на тебе нет Тот говорит Поля посмотреть А жену ещё смотреть Ты её всякую видел Не только под фатой У него вообще нечего было Говорит А я женился Ну женю забери под руку Иди Теперь до свидания У столба не надо С букетом цветов Ловить её Иди А я женился Вот многие как раз Женились Осеменились И время в церковь нет В субботу не приходит Наконец всё погряз На трёх работах И ничего нигде нет А там дела пойдёт Вместе с женой Тёща пришла И всю жизнь Говорит провёл На войну с тёщей Как Артист один говорит здесь И что Главное сказать Придут к нам на форум Или нет Мы раздаём Специальные визитки Что есть такой форум Люди берут А потом идём Смотрим Там валяется В одном месте В другом Даже Евангелие бросают Меня это уже не касается Я посеял Ну А ничто Наша задача Дать знать Вот надо на себя На это настроить Хотя каждый день Я ревнимо смотрю Нажимаю Сколько же посетителей Сегодня было больше Чем вчера И вдруг Одна женщина Расположилась к нам И своим друзьям Сказала Такой сайт нашла Такой форум И вдруг У нас 130 И вдруг Ставлю 380 Я Володе говорю Мы живём вместе с ним Я говорю Ну что делать Что ли Техника сбилась 380 Гляжу 390 Да не бывало Никогда такого Я стал припоминать В чём дело Одна сказала Я своим Вчера оповестила Что нашла такой форум У вас завтра Прибыль будет Ну и правда Прошло 3 дня 200 130 И опять заново То есть Никого это не заинтересовало Но нас это не должно Блокировать Что я не буду делать Они не хотят Я сказал Вот стол накрытый Сейчас мы здесь Позавтракаем Ещё сёстры приготовили Ну на этом и всё Мы выразили Богу благодарность А будет ли польза Или не знаю В моей жизни Польза какая на земле Нужен ли я Нужно ли мне идти Бог повелел Я делаю только это А какой результат Сколько человек обратилось Меня спрашивает Понятия не имею Главное что я веру не потерял Вернулся Вернулся Я вернулся из поездки Веру не потерял Мы каждый день молились Мы делали то что положено Появились новые враги И враги немалого ранга Но друзей Может в сотни раз Больше появилось Вот и всё Это совершенно Вот это неестественное состояние Оно естественное Ангел сатаны Удручать вплоть Трижды молился Бог не отогнал Почему? Чтобы нас крепче сделать Дерево на вершине горы Корни пускает намного глубже Чем то которое Среди окруженной Другими деревьями Когда другие деревья выпили То он сразу упал У него корней то нету Так говорят А вот вас не будет с батюшкой Укрепляйтесь сами Выходите на верхотуру Идите по домам Идите свидетельствуйте Помогайте Некоторые мне говорят А я бы тоже хотел поехать Пожалуйста Организуйте вторую машину И мы ещё не проехали Воркута Север Езжайте туда К Астрахани подбивайтесь Там есть куда До Магадана Дорога открыта Работайте Наш участок Сегодня уже Никому не застолбить То что мы сейчас Готовимся сделать Вот это выехать Много препятствий Но Я доверяюсь Богу Возвестить истину Даём То что у нас есть А уж как Бог посмотрит Придёт время Может быть мы До Чечни дойдём И там нам говорят Проколят шину и голову Но пока Об этом речи нету Я с удовольствием Побыл там Где был Отец Даниил Сысоев Сегодня вот Везде выступают Где-то там Такие группировки Такие Ну называется Организованная Преступная группировка ОПГ И там такие Там солдат Там япончик Вот этот Дед Хасан И отстреливают И сегодня уже Ну большинство Соглашаются Что их отстреливали Не противники только Отстреливали Сами органы власти И прочее Так делали Они мешают Дестабилизация Обстановки Пришло время Кабальщика колоть Вот и всё Может быть мы у власти На примете Мы этого не знаем Но это люди говорят И очень сильную базу Под это подводят Нас это не должно Не смущать Но настораживать должно быть Мы ежедневно молимся За царя За отечество За патриарха За всех А уж как Бог это примет Так Если у кого Ничего не поблагодарим И прошу за трапезу Достойно есть От кого истину Млажность И тяблагородицу И сна блаженную И пренепорочную И матерь Бога Наша Честнейшую Херубин И слабнейшую Бесправнение Серафин Без искрения Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тяблагородицу 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 Ничего ни слова Ты ни одного Не сказал Какие-то пожелания Там То голос твой Даже не слышали Давай Не пожалел ли ты Что связался Такое дело Наш сайт Организовал Нет Не пожалел Сказать что даже Не знаю Погромче Особо сказать Нечего Добавить Ну на тебя Не повлияло Никак Никто тебя Не притеснял За то что Нет А то у нас Был один Человек Пермер Настоящий И узнали Что он С нами ездил На благовестие И его там За единую Россию Мог быть депутатом Даже отстранили Да это странно В наше время Сегодня То есть Старые рычаги Какие-то В мозгах Сохраняются Я тебе об этом думал Думаю У тебя своя жизнь Ты не член общины И думаю Мы-то тебе никак Потому что Некоторым не нравится Наш сайт Не нравится Просто не нравится Но там ничего нет Ни экстремистского Никакого Потому что Все на виду у нас И думаю Не повредил себе Ты этим Нет Ну все Тогда Давайте за стол Спасибо 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 Заходите Все Спасибо